Доброе дело. Человеком года в этой номинации стала детский невролог Анастасия Рудукан. В медицину пришла сразу после Приднестровского госуниверситета. Повышала квалификацию в университете Алабамы. Работает с детьми с задержкой развития аутизмом, ДЦП и не только. Использует инновационные подходы и современные методы лечения. Врач лечит и спасает, а еще занимается благотворительностью. О добрых делах невролога Анастасия Рудукан в нашем сюжете. Лауреат государственного конкурса «Человек года» в номинации «Доброе дело» Анастасия Александровна Рудукан. Вчера на этой номинации я прям вспомнила свою девичью фамилию. Еще в школе всегда, когда учителя говорили, кто добровольцы, кто будет добровольцы вперед, все кричали «Добровольская», и я с радостью соглашалась на какую-то общественную деятельность. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. 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 . Я больше работаю в других условиях. То есть в поликлинической. То есть не в экстренном. Не в экстремальной медицине. Поэтому я может быть не так быстро вижу результаты своей работы. Но мы можем оценить через время динамику развития ребенка. Меня очень интересовал английский язык. И в одиннадцатом классе у меня был выбор стать врачом. То есть я очень хотела быть врачом и очень хотела быть переводчиком. И я посещала курсы английского языка. И мой учитель Александр Николаевич, я помню, он мне тогда сказал, говорит, иди, ты будешь врачом, а переводчиком ты всегда успеешь стать. И затем тоже моя мечта сбылась. На четвертом курсе открыли факультет дополнительного образования. И у меня второе высшее образование переводчик в сфере профессиональной коммуникации, английский язык. Будучи еще студенткой. Я выиграла стажировку, то есть год обучения в США по специальности психология. И там я именно изучала детскую психологию. И я могу сказать, что те знания, полученные в США, в университете, я применяю много в своей работе. Полтора года назад я участвовала в стажировке снова в США, в очной, в апреле 2022 года. Десять дней в команде специалистов. Посещали АБА-центры, коррекционные центры. То есть делились опытом, делились, то есть как в нашей стране происходит реабилитация и инклюзия людей с особыми потребностями жизнедеятельности, как этот опыт осуществляется в США. И я могу сказать, что все эти поездки, они очень сильно меняют мое мировоззрение. То есть мой уровень принятия очень огромен. И я глубоко верю, что и в Террасполе, и в нашем Приднестровье мы придем к уровню принятия, что все мы разные, и каждый должен, то есть каждый имеет право быть частью нашего общества и реализоваться в своих направлениях. Сессия Томатис, то есть это слуховая стимуляция, наушники, то есть это международная практика для нейрокоррекции, то есть для улучшения слухового внимания, слуховое восприятие. И в рамках благотворительной программы 24 ребенка прошли по сессии, то есть благотворительно, безоплатно. То есть детки с различными особенностями развития, задержка речи, с синдромом Дауна, с расстройством аутического спектра, то есть разные детки обращались. Я, конечно, отдаюсь полностью эмоционально, но прихожу с полным зарядом сил домой. То есть это мое предназначение, это мой путь. Я буду продолжать в этом направлении. Десять полных лет я в детской неврологии. Да, вот одиннадцатый год пошел. Двигаюсь в этом направлении. Ищу новые методы нейрокоррекции. Мечтаю, что у нас когда-то появится отдельный логопедический центр для родителей, для детей, чтобы такой более масштабный может быть. То есть как бы и есть единомышленники, есть родители, которые желают, чтобы это осуществилось. Поэтому я думаю, что это станет реальностью. Понимаешь? 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 Молодец!